Сегодня в университете прошла образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». Данная акция проходит уже второй год, и в прошлом году в этой образовательной акции приняло участие порядка 59 тысяч участников в более чем 80 регионах нашей страны. Сегодня приняли участие порядка 200 человек. Это были, как и школьники из наших профильных классов, их было порядка 150 человек, и где-то 52 человека – это наши студенты университета. Цель диктанта – это определить уровень экономической грамотности школьников, студентов, ну и всех, кто интересуется нашей национальной экономикой. Тема диктанта – сильная экономика, процветающая Россия. От себя, как экономист, я бы добавила еще одну фразу. Высокий уровень экономической грамотности, сильная экономика, процветающая Россия. Нам на электронной доске видео показывали, в котором были вопросы. Варианты ответа мы должны были выбрать правильный, как тестирование. Формат проведения мне понравился. Я люблю тестирование, когда есть время подумать, и есть несколько вариантов ответов, так всегда упрощает задачу. Вопросы были в основном общеэкономические и на самом деле достаточно прикладные. Например, были вопросы из серии «Примеры из литературы». Нужно было определить, что именно делал персонаж литературы, как он сделал вклад, какой он выбрал ценную бумагу. То есть, ну, необходимо было определить по некоторым признакам, что именно происходило в отрывке. Самым легким вопросом в тестировании мне показался вопрос про купюры, которыми расплачиваются в Российской Федерации. И, конечно же, выбрала купюры Банка России. Собираюсь поступать на экономические профили. В принципе, я человек, интересующийся экономикой в целом. Поэтому для меня это было интересно. В любом случае, проверить уровень своей экономической грамотности, чтобы знать, к чему стремиться, куда дальше расти, это в любом случае удобно и полезно. Итоги будут подведены чуть позже, поскольку все ответы, они закодированы, как и результаты ЕГЭ. И каждый участник, который сегодня принял участие в экономическом диктанте, получит информацию, уже зайдя на соответствующий сайт. Мы очень надеемся, что результаты будут высокими. Это даст нам возможность и пересмотреть некоторые образовательные программы, ну и, соответственно, определить дальнейшую стратегию в области образовательных программ по экономическим дисциплинам, не только в нашем университете, но и в тех образовательных учреждениях города Москвы, с которыми наш университет сотрудничает. Вопрос, я считаю, время уделяться должно, но не так много, потому что успеешь еще 10 раз передумать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова